Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня еще одно видео о печени, а конкретно симптомы жирной больной печени. Когда диагноз врачи еще не поставили, но пока не поздно, пока болезни печени не зашли слишком далеко, послушайте, знайте эти симптомы и примите нужные срочные меры для восстановления нормальной работы печени. Это возможно. Итак, слушайте. Вначале, чтобы ярче представить и понять симптомы уже имеющихся проблем с печенью, которые большинству людей непонятны, которые не ассоциируются с проблемами печени. И я кратко поясню основные функции и задачи печени. Конечно, все люди слышали слово желчь. Начну с нее. Желчь, которая вырабатывается печенью, расщепляет жиры до состояния, в котором из них организм может извлекать и использовать жирорастворимые витамины и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Но печень расщепляет жиры не полностью. Желчь поступает по общему желчному протоку, попутно заходя и хранясь в желчном пузыре, идет далее в просвет 12-перстной кишки, куда в этот же общий желчный проток, чуть выше впадения его в 12-перстную кишку, приходит и панкреатический проток, по которому поджелудочная железа поставляет свои ферменты и гормоны. В данном случае важно пояснить про фермент поджелудочной железы под названием липаза. Именно он доразбирает жиры уже до усвояемых организмом мономеров. Вот почему я много лет назад делал вот это видео про печень, желчный пузырь и поджелудочную железу совместно, где объяснял все эти многогранные хитросплетения и работу этих органов. Они тесно связаны между собой. Разделять их, чтобы понять функции и задачи, как все происходит, невозможно. Но, тем не менее, если печень больная, жирная, дряблая, фиброзная, то жир, попадающий в организм, перерабатывается не весь. Тогда жирорастворимые витамины в полной мере не будут доступны к усвоению из пищи, и их будет дефицит в организме. Ну а дефицит постепенно развивается в другие болезни. Печень также синтезирует специфические белки, например, липопротеины, которые переносят холестерин ЛПВП и ЛПНП, то есть высокой низкой плотности. Печень синтезирует и холестерин, около 1000 мг в день, то есть более чем достаточно для всех потребностей организма. Печень синтезирует и многие белки плазмы крови, которые она получает из той же крови, от разрушенных клеток организма и из аминокислот, попавших в кровь, с пищей и с самой пищей. То есть печень выполняет функцию повторного использования организмом одних и тех же белков. Происходит некий круговорот белков в организме благодаря печени. Печень производит и гликоген, это концентрат глюкозы, так называемый полисахарид животный крахмал, в который сжимается излишняя глюкоза, попавшая в организм. Но печень производит и глюкозу из гликогена, то есть обратный процесс. Такой процесс называется неоглюкогенез. Это обратный процесс к гликолизу. Печень преобразует аммиак. Аммиак это токсичные азотистые отходы организма, это остатки белков и разрушенные в организме белки. Так что не надо много есть белковой пищи, это очень вредно по тысячам причин. Так вот аммиак печень преобразует в мочевину. Это менее токсичное соединение, тем не менее тоже токсичное, которое потом уже утилизируется почками. И если бы не печень, то почки погибли бы. А если печень больна, то почки испытывают излишнюю нагрузку. И тоже подвергаются большому риску. Ну и конечно печень это главный фильтр, детоксикатор многих вредных веществ, попавших в организм, а соответственно и в кровь. Печень также регулирует уровень многих гормонов. Все, достаточно. Не стоит подробнее говорить о бесчисленных функциях и задачах печени. Об этом я говорил в других своих лекциях о печени и ЖКТ. Ссылки на них, на главные видео. Я дам вам обязательно под этим видео для всестороннего и более глубокого изучения этого вопроса, а для кого-то и для конспектирования, чтобы понимать все не хуже, а лучше даже многих врачей. Но сейчас скоро я перечислю вам 9 симптомов жирной больной печени. И конечно, в связи с симптомами жирной печени, гепатоза, проблемах, которые идут от больной жирной печени. И конечно, о многих симптомах вы не могли подумать, что они связаны именно с больной жирной, вялой, дряблой гепатозной печенью. Напомню, что печень не будет болеть, даже если она разрушена наполовину. В ней нет нервных окончаний. Вот в чем дело. Потому проблемы с печенью можно и нужно, просто жизненно необходимо заранее понять, определить по специфическим симптомам и состояниям. Поэтому слушайте внимательно, знайте эти симптомы. И если печень уже жиреет, ей становится труднее выполнять все эти многочисленные функции и задачи, о которых я сказал выше. Ну а далее страдает весь организм, разрушаются все системы и органы организма и иммунитет. Так вот, слушайте. 10 симптомов жирной печени. Первый симптом – это выпирающий вперед и свисающий вниз живот. Я об этом подробно говорил в своем недавнем видео, вот в этом. Так вот, жир на животе – это яркий показатель. Тогда сделайте обязательно фиброскопию, и она покажет не только саму жирную печень, но и фиброзы в печени. А о других более точных исследованиях я подробно говорил вот в этом видео, своем последнем, вышедшем прямо перед нынешним, который вы сейчас смотрите по дате выхода на моем канале. Второй симптом – это боль в сердце. Да, бывает и такое дело в том, что при ожирении и циррозе печень, она ведь увеличивается в размере при этом, и начинает давить на диафрагму. Сделайте себе тест. Лягте тогда на левый бок, на кровать, на полчаса. Будет ли у вас неприятное ощущение в сердце, как бы боли и тяжести? Тогда срочно делайте УЗИ печени. Третий симптом – это гинекомастия, аномальный рост груди у мужчин. Но это происходит, когда функции печени нарушены. Тогда печень не может избавляться от излишнего гормона эстрогена. Помните, я об этом говорил выше? Имейте в виду, что пиво тоже приводит к гинекомастии, так как содержит аналоги женского полового гормона эстрогена. Сосудистые звездочки, имейте это в виду, тоже указывают на избыток эстрогена и косвенно говорят тем самым о проблемах с печенью. Верю в то, что я очень важные и нужные для вас сведения говорю. Кстати, напишите, не поленитесь об этом, под видео. Поблагодарите, как говорится, хотя бы словом за большую непростую работу, за труд, который я для вашего блага делаю. Четвертый пункт – ночная слепота. Она возникает при дефиците витамина А, который, как вы знаете, важен для нормального зрения. Но вы помните, что я говорил про неусвоение жирорастворимых витаминов, к которым относится витамин А. Из-за жирной печени, не выполняющей свои главные функции в полной мере, в том числе производства желчи. А при нехватке желчи организм еще и не полностью расщепляет холестерин. Потому пятым симптомом я выделяю повышенный холестерин. Да, повышенный холестерин – это пятый пункт, когда печень производит мало желчи. Шестой симптом – это диабет. Как правило, всегда он говорит о проблемах с печенью, по крайней мере, второго типа диабета. При повышенном сахаре в крови часто возникает спутанность сознания, слабость и раздражительность. Да, всему виной состояние, которое называется инсулинорезистентностью, предвестник диабета. А причина инсулинорезистентности – это много сахаров в питании, это высокоуглеводистое ваше питание, что плохо, конечно. Седьмой пункт – это боли в правой половине тела, правом плече, правой части шеи, челюсти. Тогда проверьте печень. Восьмой симптом – это зуд и покраснение на ладонях, это зуд стоп ног. И посмотрите в этой связи моё видео, как определить болезни печени по ногам. Это видео будет по ссылке под номером 3. Девятый пункт – это зловонное дыхание изо рта. И если зубы в порядке, то это, как правило, проблемы с печенью. Пояснять, как этот запах связан с проблемами печени долго, поэтому сейчас не буду. Десятый пункт – пигментные пятна и витилига на коже. Это тоже указывает на проблемы с печенью. Кстати, как косвенно указывают и различные кератомы, папилломы и прочие проблемы кожи. Это всегда проблемы с кишечником и с печенью. Что надо иметь ещё в виду? Многие антибиотики, цитостатики, другие химические препараты, таблетки, что называется, пилюли, могут и убивают печень. Всегда ищите безопасные аналоги. Они в природе есть. Пути лечения всех болезней дала сама природа. Кратко небольшие рекомендации дам сейчас. Обязательно принимайте холин, витамин В4. Ешьте больше зелени, спирулину, хлореллу. И то, что я рекомендовал вот в этих двух моих последних видео о печени. Я о них сегодня вам уже говорил. Вот они. Ссылки под видео я ставлю на них под номерами 1 и 2. В них учтены все пункты, как сделать печень здоровой. Ну, а следующие пункты, 4, 5, 6 и так далее, под ними будут также ссылки на очень важные видео о печени, которые вам стоит посмотреть. Обязательно посмотрите мои видео и о травах, которые полезны для печени, в первую очередь о бессмертнике. Но помните, что только комплексные меры, не отдельно взятая какая-то отдельная мера, а комплексные меры помогут и точно всем помогут решить проблемы с печенью. А отдельно взятые по вкусу вашему какие-то рекомендации могут и не помочь. Это будет лотереей. Кому-то поможет, кому-то нет. Важно потреблять оливковое масло, льняное масло, убрать сахара из рационного питания, принимать кокосовое масло органическое, натурального первого отжима. Это очень полезно. И, конечно, вот это масло, у кого есть возможности, берите, 4 в 1. Там уже и витамин D3 жизненно необходимый и дефицитный в наши дни у всех. Там и витамин К2, и определенные ферменты, и омега-3 полинасыщенные жирные кислоты. В общем, все то, что жизненно важно для печени. Конечно, кому-то можно и желчные соли попринимать недолго, курс месяца 2. Ни в коем случае, особенно вот таким людям, нельзя есть после 16.00. Переходите на интервальное питание и проводите периодически длительные голодания. Но к ним надо правильно подготовиться. Поэтому мое видео «Лечебное очищение и голодание» для вас. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, на сегодня все. Непременно посмотрите те видео, которые я рекомендовал. Для полного и понятного плана действия я рекомендую лекции эти законспектировать. Это будет только для вашей пользы. Это пригодится не только вам, но и всем членам вашей семьи. Это не напрасно потраченное время, а приобретенное время более продолжительной жизнью, которое у вас будет непременно, если вы учтете эти рекомендации. Поэтому можно сказать, это будет и конспект для ваших потомков. Некоторые разумные люди, мои зрители, так и делают. И этим довольны и пишут мне об этом письма. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Список важных видео я ставлю, как всегда, под видео, по ссылкам. Приобрести те или иные и вообще любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.